Дуглас Киркланд Киркланд начал свою карьеру в 1958 году, когда ему было 24 года, а уже спустя несколько лет снимал свою знаменитую серию снимков с Мерлин Монро. Впоследствии Дуглас не раз вспоминал о кинодиве. С присущей ей невероятной простотой она сказала «Нам нужна кровать и шелковые простыни, и больше ничего, но простыни обязательно должны быть шелковые». Как бэкстейдж-фотограф с начала 1960-х годов Дуглас Киркланд задокументировал съемочный процесс более чем 170 голливудских блокбастеров и независимых фильмов. Среди них «Звуки музыки», «Космическая Одиссея», «Выбор Софи», «Титаник», «Мулен Руш», «Великий Гэтсби» и многие другие. Члены клуба «Российское фото» и посетители выставки рассказали о своих впечатлениях. Замечательно, мне очень понравилось. Я с творчеством Киркланд знаком уже достаточно давно. Увидеть его работы непосредственно на такой близости, я считаю, это замечательно. Во-первых, это тусовка. Для тусовки в этот раз, мне кажется, совершенно прекрасный повод посмотреть на шикарные фотографии Голливуда, потому что это один из моих любимых жанров бэкстейдж, потому что когда ты смотришь фильм, ты погружаешься в историю самого фильма, а когда ты смотришь на фотографии бэкстейджа, ты погружаешься в историю, как это было. Почему бы не посмотреть на красивые фотографии красивых людей? Смотря на эти фотографии, понимаешь, что это действительно большой труд. И, в общем, я с уважением отношусь к людям, которые оставляют такие шедевры для того, чтобы мы ими сегодня любовались. Я, как профессионал с 52-летним стажем, скажу, что очень много работ берут тем, что герои, изображенные на этих снимках, известны очень для любителей кино, поскольку он снимал все это в Голливуде. Это эпоха до фотошопа, тогда вот эти звезды в другом манере, чем мы сейчас их видим. Но была же ретушь, все равно он редактировал. Ну, например, вот эта работа вообще очень мне напоминает работу фотографа Магнума Ивана, вот женщина. Вот одна из первых женщин, которая работала в Магнуме, и она тоже много работала в мире кино, особенно вот эти вот «behind the scenes» за курицами, да, и она очень много фотографировала Марлина. И она, вот я ее знал, и она сказала, что про Марлина, в общем, это человек, который просто мог бы вот зажигать. Ну, например, я фотографировал Ронат Ледвинова один раз. И я помню, когда она пришла, она была без настроения, и, в общем, не очень, было очень холодно, видно улицы, и она не хотела сфотографироваться, и это была даже вот на пленке, как было давно, и проект для юбилейного дома Картьея. И, в общем, я ее снимал, и я думал, ой, это будет очень плохо, да? Но, тем не менее, это только потом, когда я снимал, это была на пленке, не на цифровом, потому что не мог видеть, что я снимал. Это потом, она дала мне буквально две минуты. Потом я вижу вот на ВКонтакте, что получается, ну, это звезда. Очень редко мы видим неинтересную фотографию Марлина. Может быть, она не всегда очень красивая, но она всегда очень интересная. Больше всего мне нравится, как она. Видно, что она не старается как-то защищать себя от фотографа. И, может быть, там так-то сам был очень очаровательный, и, может быть, я просто как-то, скажем, раскрыл людей, и что они не боялись него. Но мы чувствуем фотографа, который был близко вот этим людям. Выставка работ Дугласа Кирклэнда в Центре фотографии имени братьев Лемьер продлится до 4 апреля. Вход для членов клуба «Российское фото» бесплатный, а в ближайшее время в нашем журнале появится эксклюзивное интервью с фотографом. Продолжение следует...